Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Элизиум Добраться до него Не так то просто и все грандиозные Планы побега главного героя Неизменно оборачиваются Не менее грандиозными провалами В этот раз тоже Не все пошло как надо и руфус Сваливается с небес обратно на землю Но уже не один А вместе с очаровательной элизианкой по имени Гоал, что естественно повлечет за собой весьма интересные последствия. И все это нам подается в той самой аккуратненькой форме классического квеста. Но что под этим подразумевается? Поиск и комбинирование предметов, естественно, разговоры с местными персонажами, само собой. Вдобавок к этому имеется полное отсутствие новомодных подсказок или читерской подсветки активных точек на экране. Единственное, что выдает в игре продукт нового тысячелетия, это казуальная возможность скипнуть весьма нетривиальные мини-игры и поддержка колесико-мышки. Но это все фактика. На самом же деле, основа олдскульности Депони заключается во внимании к деталям и создании правильного настроения. Именно это позволяет сравнивать ее, ну, например, с Манки Айленд. Легкий, приятный юмор, проработанные персонажи, у каждого из которых свои тараканы в голове, ну и, надо это признать, не всегда логичные задачи. Хотя, пожалуй, про логику в случае с Депонией речь лучше вообще не заводить. Это же не наш с вами мир, здесь свои законы, свои принципы и своя атмосфера. Да, чтобы остановить почтового голубя, нужно поменять магнитное поле планеты, а для получения одной пары одинаковых носков, нужно сварить в кастрюле три разных. Скажем так, решения на Депонией нам, жителям Земли, порой не совсем очевидны. Поэтому одолеть игру без использования прохождения будет достаточно трудно. Я вот, честно, нет-нет, да и заглядывал в заветный листочек. В противном случае наверняка бы пострадало мое здоровье, а я его стараюсь беречь. Алкоголь и Супер Медбой не в счет. Рисовка хороша. Вы это и сами сейчас прекрасно видите. Как и порой, не совсем удачную анимацию. Очень жаль, но работники Дайдалик Энтертеймент чутка схалтурили в этом отношении. Глаз не так уж часто, но все же цепляется за неровности. Нареканий заслуживает и техническая сторона стимовской версии. Иконки некоторых предметов пропадают в инвентаре, и их приходится использовать на ощупь. Помимо этого, одна из мини-игр вообще непроходима. Но благо, как я уже говорил, их можно пропускать. Но не стоит пугаться кривоватой оптимизации или сложностей в прохождении. Ведь Депония, несмотря на это, замечательная сказка. Ну или баллада, не зря же здесь имеются поющие рассказчики. Нашлось в этой солнечной и оптимистичной истории немного места и для лирики. А уж этим материалом разработчики владеют отлично. Вспомните их же Whispered World. Продолжению однозначно быть. Об этом говорит некоторая недосказанность игры, ее в чем-то нераскрытый потенциал. То, что не все персонажи были полноценно задействованы в процессе. В конце концов, на неизбежность продолжения нам намекает многоточие и вопросительный знак после слов The End. А, ну и еще разработчики заявили, что планируется трилогия, да. Но я и без этого догадался, вы поняли? Само собой, всем любителям я настоятельно рекомендую не пропускать Депонию. И мне почему-то кажется, и я на это надеюсь, что последующие части будут еще круче. И тогда уже весь сериал заслуженно займет место на изумительной ступеньке нашего пьедестала. Первой главе до нее не хватило совсем чуть-чуть. Субтитры создавал DimaTorzok